Минобороны РФ получила опробованную на играх 2014 РЛС Гармонь, ВПК, Малогабаритный РЛС Гармонь, Источник, Военное обозрение. Министерство обороны РФ в рамках Гособоронзаказа получило от концерна радиоэлектронные технологии, КРЭД, малогабаритные радиолокационные станции Гармонь, которые успешно опробовали в Сочи во время проведения зимних игр 2014. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-служба КРЭД. Нижегородское научно-производственное объединение имени Фрунзи, входит в состав КРЭД, предоставило Министерству мобильные малогабаритные РЛС Гармонь, которые уже были успешно опробованы во время проведения Олимпийских игр в Сочи, говорит гендиректор концерна Игорь Насенков. Станция обеспечивает обнаружение и сопровождение различных воздушных объектов, определение их государственной принадлежности, автоматизированную выдачу трассовой информации о комплексах автоматизированных систем управления. По словам разработчиков, главное достоинство РЛС в ее мобильности собирается и разбирается станция за пять минут силами расчета из трех человек. Тот же расчет способен переместить ее на новую точку работы. Малые габариты и вес позволяют Гармоне работать в местах, недоступных большим радарам. К примеру, такое оборудование пригодится в горах и на болотах. Напомним, во время Олимпийских игр в Сочи спецслужбы предотвратили несколько террористических атак. Угрозы удалось локализовать, в том числе и с помощью новейших технологий российской оборонной промышленности. К примеру, помимо РЛС Гармонь, для охраны порядка привлекались также зенитно-ракетные комплексы ТОР. Причем, по словам специалистов завода-разработчика последнего, комплексы серьезно поработали в Сочи. Кстати, уже в субботу на курорте будут праздновать годовщину со дня открытия зимних игр 2014. В Олимпийском парке откроют скульптурную композицию «Стена чемпионов», а в Ледовом дворце Айсберг пройдет грандиозное шоу с участием олимпийских чемпионов в разных видах спорта. Ольга Бондаренко 3 февраля 2015 года. Права на данный материал принадлежат российская газета. Редактор субтитров А.Семкин